Приветствуем всех зрителей YouTube канала Главред. С вами журналист Мария Тупик и сегодня мы будем говорить с астрологом и тарологом Ангелиной Вакулиной. Ангелина, здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашего разговора «Весна 2024 для Украины. Что нам ожидать?» Заявление Владимира Зеленского о том, что в апреле и мае будет тяжело для Украины и каких потрясений ждать в России. Ангелина, начнем с первого вопроса. Это ракетные удары по Украине. Последние ракетные удары. Россия терроризирует нашу инфраструктуру. Вы как-то в своем прогнозе говорили о том, что будут удары там, где мы не ожидали. И это случилось буквально в воскресенье. Мы увидели, что во Львовской области попало достаточно много ракет. Множество, конечно, сбили, но по инфраструктуре все-таки удалось России попасть. Чего нам ожидать дальше? Каких потрясений и что Россия готовит? Почему вообще это началось в марте, когда, в принципе, уже заканчивается отопительный сезон? Все ожидали, что будет зима тяжелая. Оказалось, что в конце марта они решили устроить нам террор инфраструктуры. Я думаю, что террор явно не зависит от времени года. И их цель оставить людей не без тепла, а просто держать людей максимально в страхе. И, к сожалению, инфраструктура остается целью всегда. Просто когда-то это более такая цель является, когда все цели только инфраструктура, а когда-то менее, когда большинство ракет, к сожалению, долетает и страдает от этого мирное население. И для весны. Весна действительно сложная по сравнению с началом зимы, потому что год заканчивался тоже достаточно сложно. Вообще, мне лично очень сложно определить самый тяжелый момент, потому что от того, что где-то больше, где-то меньше жертв, мы понимаем, что это все равно ужасный страх. И, к сожалению, весна еще не закончилась. И апрель будет тоже достаточно сложным для всей страны, и в том числе для объектов инфраструктуры. И если мы говорим конкретно о инфраструктуре, то это, конечно, свет, связь, интернет, и это то, после чего некоторые населенные пункты будут обесточены. Ненадолго, но, к сожалению, такие моменты могут проиграться, когда люди будут сидеть без света, без связи, без интернета. Относительно того, чего нам готовит апрель, я считаю, что это может быть ГЭС, который просто в этот момент, когда это было совсем недавно, когда они пытались повредить, но сделали это неосновательно, они вернутся и к этой цели. Не факт, что это будет та же ГЭС, но, к сожалению, я вижу, что может проиграться трагедия, связанная с водой. Когда Владимир Зеленский буквально на недавней пресс-конференции говорил о том, что апрель и май для Украины будут крайне тяжелыми, что он имел в виду? Это только обстрелы или это ситуация в основном и на фронте тоже? Параллельно обстрелам ситуация на фронте тоже усложняется, потому что мы знаем, как потерпают приграничные вот эти населенные пункты возле СУМ, то оттуда уже эвакуируют людей, и, к сожалению, такая ситуация будет еще в одном направлении, в одном точно. Откуда будут эвакуировать людей и... Где это может быть? Я вижу, что это область Херсона. Тоже будут просить выезжать, и если не просить, то будут уже как-то, ну не хочу говорить насильно, да, но будут ставиться условия для того, чтобы спасти людей, потому что есть же совсем крайне опасные, да, пункты приграничные, и оттуда люди не выезжают, или близко к оккупированным территориям, и будут идти таким вот уже образом условия, что будут вынуждать людей выехать. Это все будет происходить весной, правильно понимаю? Да, я считаю, что весна — это сейчас такой очень тяжелый момент. Не могу пока сказать про май, но апрель точно будет очень нехорошим. И в плане обстрелов, и в плане вот инфраструктуры, и в плане некоторых приграничных вот этих вот острых ситуаций и продвижения войск, к сожалению, на нашу территорию. Можно ли дать прогноз на весну для городов, какие самые опасные, какие более-менее, хотя я не думаю, что у нас более-менее сейчас есть спокойная ситуация, учитывая, что последние ракетные удары были по территории Западной Украины, да, совершенно рядом даже с Польшей, и Польша поднимала F-16 истребителей, потому что вот буквально недавнее заявление Польши о том, что ракета залетела на несколько секунд или на минуту, точно не могу сказать, на их территорию и развернулась обратно. Можно ли это учитывать, что Запад Украины тоже сейчас будет страдать от ракетных ударов, как и центр юг Украины? Да, к сожалению, абсолютно безопасного места в стране нет. Если раньше более-менее безопасный казалось Западная Украина, то весной для нее прогноз совсем неутешительный для этой части, потому что то, что мы видим, да, то, что проигралось во Львовской области, да, кажется, сегодня, вот эти вот внезапные прилеты, это не все, не все неожиданности, которые предстоит пережить в западной части. Западная часть — это Франковск, Тернополь, Львов. И также может быть какой-то внезапный прилет туда, куда ранее не было прилетов. То есть я рассматриваю, что это может быть Ужгород или Черновцы, там, где вот, ну, совсем было затишье, скажем так, в сравнении с другими городами. Киев и область, понятно, что это тоже всегда цель. И для него прогноз круглосуточно практически, да, с опасностью, просто периодически с повышенной. Харьков и область, Суммы и область. Суммы — очень тяжелое направление, и сейчас ситуация начнет только усугубляться. К сожалению, то, что мы видели, будет повторяться для жителей этой местности. Львов говорила. Харьков, Днепр, Запорожье тоже будут обстреливать сильно. Черкассы и область — есть повышенная опасность на весну. Полтава и, скорее всего, даже больше не сам город, а область. Маленькие города, и с Николаевом та же история. В Николаеве не сам город столько может пострадать в ближайшее время, сколько область затронет. Причем область, где находятся какие-то вот такие объекты промышленные, в большинстве там промышленная зона. Ангелина, какая ситуация на фронте? Мы понимаем, что на Донбассе сейчас очень трудно, после Авдеевки, особенно Луганская область. Что задумал Путин после своих выборов, на которых он нарисовал себе 87% голосов, в первом туре выиграл, и, в принципе, все этого ожидали. Что он задумал? Потому что последнее заявление Кремля о том, что СВО уже можно завершать, да, и это все начинается как война, настораживают всех. И говорить о каком-то завершении войны, мне кажется, в ближайшее время точно нельзя. Что показывают карты? Что можете сказать? Говорить о завершении нельзя. То есть сейчас нет ни одного направления, где можно сделать, подвести итог, что что-то идет в завершение. Вообще нет. Восток остается самым тяжелым направлением до конца войны. Восток и левый берег Сертона. Это то, где будет максимально долго, к сожалению, происходить будут военные действия. Относительно выборов, ну, тут, наверное, другого сценария никто не ожидал даже, да, о падении его режима не могло быть и речи, по крайней мере, в текущем году. И я не думаю, что он сейчас, объявляя, не хочется даже называть его фамилию, я не думаю, что это будет выглядеть так, как человек говорит о том, что что-то будет переведено в какой-то другой режим, да. И, ну, естественно, война уже идет для нашей страны так точно. И то, как они это называют, совершенно никак не влияет на их действия. Поэтому, ну, верить заявлениям я бы не стала. Сказать, что что-то изменится, то есть все боятся наступления повторного, да, будем говорить как есть, все боятся наступления. Я не вижу наступлений конкретно на, то есть так, как было 24 февраля, да, два года назад. Такого сценария уже нет, его уже не будет. Есть момент, что они продвинутся немножечко дальше со стороны востока, то есть, да, там вот эти вот маленькие населенные пункты. Есть этот момент, что они могут туда зайти. Не масштабно о том, чтобы они там подпили куда-то, на центральную Украину, на Сумы, ну, то есть все равно вот эти вот, где есть активные обстрелы, об этом мы тоже говорить не можем. Совершенно я не вижу этого развития, этого сценария. Там в ближайшие, ну, полгода, пускай даже так возьмем по максимуму. Хотя я уверена, что не случится при всех их громких заявлениях и о мобилизации, и о том, что у них есть силы и ресурсы. Чего тогда они хотят добиться в Сумской области? Потому что, ну, мы видим, что, да, началась принудительная эвакуация. Они действительно стирают с лица земли область. Ну, в Сумах действительно очень тяжелая ситуация, и об этом говорят все. И что они хотят добиться? Зачем они это делают, если они не собираются наступать? Они могут продвинуться в обстрелах именно в этом направлении, в Сумском. Они могут немножечко дальше именно за счет того, что, да, у них появляется возможность зайти. Населенные пункты эвакуируются. Они могут немножко продвинуться, чтобы обстреливать чуть дальше. Вот этот сценарий есть, да. Во-первых, это близко. Во-вторых, это удобно для того, чтобы держать людей в страхе, да. Они тоже делают... Они как бы дотягивают. Куда дотягиваются, там и вредят, скажем так. Я не могу не спросить о ситуации, которая случилась совсем недавно в Москве. Это Крокус-Сити-Холл, стрельба. В нашем разговоре с вами перед Новым годом, в прогнозе вы говорили о том, что в России будут и смерти, и мы об этом увидим. О том, что у них будет действительно катастрофическая ситуация. И мы это уже в начале года увидели, по смерти Навального, да. Сейчас ситуация случилась со стрельбой в Крокус-Сити-Холле. Путин завуалированно начал говорить о том, что в своем обращении к россиянам, да, о том, что это... Они собирались бежать якобы в Украину. Какой-то коридор или окно собиралось там открываться для этих террористов. Что можете сказать на этот счет? И чего россиянам готовиться? Чему готовиться? Ну, я могу утверждать абсолютно точно, что это только начало всех волнений, которые ожидают эту страну, да. И мы не... Я это говорю не с ноткой, с блорадствием и возмездия, да. Абсолютно не... Не я решаю, кому за что воздастся. Но, во-первых, это повторяющийся аспект. Мы уже наблюдали, да, терапты в каком-то году сразу после выборов. Люди знают, что после выборов будет такая ситуация, на фоне которой он там будет выезжать, отвлекать внимание и так далее. Ну, относительно окна в Украину, для меня это просто из ряда фантастики, с каких пор у них там появилось окно в Украину еще и для террористов. Я вообще не провожу никакой связи с ситуацией, да. Теракты происходят по всему миру. И хоть какое-то отношение... То есть откидывать эту ситуацию в сторону Украины, но это даже неграмотно. Хотя бы исходя из того, что ситуация циклична. То есть это не первый раз, да, к сожалению, страдают люди. Но русские, россияне, они уже наблюдали эти все теракты сразу после выборов. Буквально проходит неделя. И я думаю, что люди, думающие, они делают выводы, что и почему. Ангелина, такой тяжелый вопрос для всей Украины, потому что это зависит, в принципе, из ситуации на поле боя. Ждать ли помощи от США Украине на ближайшее время? И можно ли говорить о том, что та помощь, которая должна была выделиться еще до Нового года, да, она выделится в ближайшее время? Я уже говорила, и я повторюсь, что откуда-то взялись волнения, что помощи Запада не будет вообще. Такого нет. То есть, да, никто не оборвет это все, но никто не бросит людей, никто не бросит страну. Помощь будет. Возможно, не в таких объемах, как хотелось бы, да. Может быть, наши ожидания за выходом, может быть, там пообещали больше, чем по силам. Но помощь будет и от Запада, и от других партнеров стран. Абсолютно точно я вижу, что едут к нам не только техника, но идут и люди, которые нас поддерживают и защищают нашу страну. То есть, это можно говорить о каких-то заявлениях приблизительных о том, что говорил президент Франции Мануэль Макрон о том, что он готов отправить, не готов, о том, что, возможно, он отправит своих военных, да, и они будут базироваться в Одессе. Можно ли об этом говорить что-то? Конечно, безусловно. Я считаю, что это будет. Это не только можно говорить, что это будет. И, конечно, для нас это безусловный плюс. Для граждан той страны, конечно, это вызовет волнение у них. Но для нас это плюс. Буду моему себе. И я считаю, что это будет в ближайшее время. Может быть, конец весны, начало лета уже будут отправлены к нам войска. Как изменят эту ситуацию на поле боя? Я полагаю, что это даст нам, во-первых, спокойное лето. Относительно весны, лето будет достаточно спокойным, да. То есть как-то вот уляжется в плане мирного населения. Мы не говорим о том, что такое раз, жух и тишина на поле боя. Но это даст возможность сделать домену ребятам, которые не были дома, скажем так. Замена, это вообще правильно звучит как-то? Ну, то есть, да, замещать будут они друг друга. И, конечно же, для нас это тоже... Ротация произойдёт, правильно? Да, да. Потому как... Ну, и это даст новые силы противостояния. Поэтому я считаю, что вот за счёт этого тоже лето будет для украинцев более-менее спокойным. Хотя бы люди начнут спокойно спать и жить жизнь. Но мы не можем сказать этого про осень. А что будет осенью? А осенью будут повторяющиеся аспекты весны. Осенью, к сожалению, будет очень много переломных моментов в крупных направлениях, в крупных населённых пунктах, да. То есть мы можем говорить о Востоке, мы можем говорить о левом береге Херсона, о том, что будет решаться уже ситуация как-то вот глобальнее, скажем так. Глобальнее, это говорится о завершении войны или о чём? О возвращении в крупных оккупированных территориях. И о том, что, к сожалению, это будет неспокойно для мирных жителей. Да, то есть весна сейчас показатель осени. Примерный сценарий. Какие главные события лета нам ожидать? Вы сказали о том, что более-менее будет спокойно относительно весны и осени. Да, лето ожидается более спокойным. У людей будет время как-то восстановиться в плане после весны и перед осенью. Конечно же, будет возвращение небольших населённых пунктов в состав Украины. Конечно же, мы можем говорить о возвращении пленных. Да, и будут достаточно громкие ситуации в новостях, когда то ли вернётся тот, кого уже не ждали, то ли, наоборот, как-то заявят о возвращении и не вернут. Мы рассматриваем и или, и тот, и тот вариант может проиграться. Но в любом случае возвращение будет и азовцев, и других наших воинов. Вы сказали о том, что осенью, да, можно будет говорить о том, что будут возвращаться какие-то большие населённые пункты в Украину обратно из оккупации. Когда можно ожидать завершения войны? Я не вижу мирных переговоров с данной властью обоих стран. Поэтому сейчас, а в текущем вообще периоде, в текущий год мы не рассматриваем. Потому что, ну, это даже, да, это даже логично. Я не вижу никаких переговоров, не то что мирных, с данной властью. Поэтому мы не рассматриваем этот год как, даже сложно назвать победным, исходя из потери. Но в этом году я не вижу завершения военных действий. По крайней мере, юридические. То есть, да, будет периодами спокойно, но нету такого, что подпишется какое-то мировое соглашение, и мы можем сказать, что война на нашей территории закончена. Путин переизбрался на ближайшие пять лет в России. Будет ли это его последний срок? Сложно сказать вообще, есть ли срок годности у этого человека. Да, но есть вариант. Почему я говорю есть вариант? Потому что каждый день принимаются решения. И для того, чтобы отслеживать ситуацию и говорить с точностью 100%, ситуацию надо отслеживать ежедневно, да, брать и смотреть каждую страну, каждую власть. Есть вариант, что будет уход его, да, но он какой-то, я не могу сказать, принудительный. Возможно, вынужденный, да. И договоренность с новой властью, возможно, для нас. Но, конечно же, я думаю, что это будет уже решение России о том, что они должны просто вернуть нам территории, и это уже они нас попросят, да, о мирных переговорах, и о том, что давайте разберите всё своё и давайте жить спокойно, потому что территории не стоят человеческих жизней. Ну, даже сейчас их власть заявляет о том, что они готовы к переговорам. Они это постоянно говорят и трубят, что они готовы к переговорам. Ну, просто к каким переговорам они сразу выставляют условия о том, что все оккупированные территории они хотят оставить себе. Ну, то есть переговоры о том, что завершить, да, мне кажется, это, ну, предрассудки всё их власти сейчас. И о том, что если мы сейчас пойдём на переговоры, ну, мне кажется, это будет ерунда, потому что все территории они хотят оставить себе, о Крыме речи вообще не идёт. Об этом недавно говорил Лавров и, не буду говорить как пресс-секретарь Путина, Песков, да, о том, что, как бы, Крым это их, Донецкая и Луганская области это тоже их, и вообще, как бы, они не готовы. Даже Херсон и Запорожье, там, где они проводили выборы свои, да, путинские, говорить о мирных переговорах, они нас будут, они и сейчас нас просят, да, но если они нас будут просить при другой власти по поводу переговоров, это уже будут совсем другие переговоры, правильно я понимаю, совсем другие условия? Безусловно, потому что то, что сейчас, да, власть с той стороны склонна называть вещи не своими именами. И то, что они сейчас предлагают, это не переговоры. Переговоры, это когда есть две стороны, и они приходят к общему какому-то консенсусу, нас вызывают на диктатуру, сделайте так. А мирные переговоры, это хотя бы вывести войска из нашей страны, перестать стрелять, сделать заявление об этом. А так, я не вижу их предложения о мирных переговорах, и вообще о каких-либо переговорах. То, что он делает заявление, что они готовы, но мы видим, к чему они готовы, мы это видим каждый день в нашей стране, что их готовность, они готовы на всё, для того, чтобы пока неизвестно. И, конечно же, мы говорим о том, что это совершенно другие условия, о том, что мы ждём нормальных, юридических, законных переговоров, которые, конечно же, предполагают возвращение всех наших территорий в состав нашей страны, никак не иначе. Потому что иначе это не переговоры, это просто мы соглашаемся с их условиями и сдаёмся. Ну и последний вопрос. Готова ли Россия сейчас объявить всеобщую мобилизацию на фоне того, что у них произошло в Крокусе? Об этом многие говорят, эксперты и политологи, о том, что Путина подтолкнёт это к тому, чтобы набрать и москвичей, к тому же около 500 тысяч военных, для того, чтобы снова бросить их в местные штурмы в Украину. Я очень сомневаюсь, что в мобилизации будут задействованы такие вот крупные города, как Москва и Питер. Очень сомневаюсь, да, что это всё-таки больше затронет маленькие населённые пункты и людей, которые не на слуху, да, то есть Москва это слишком громко, если будет происходить какая-то ситуация. Всеобщая мобилизация, возможно, но позже, да, то есть заявления о ней позже, но люди тоже, люди уже, люди всё, люди уже напряглись, люди тоже будут вставать. То есть то, о чём мы просили их в начале войны, будет происходить, начинать сейчас. И, конечно, при нахождении митингов и шума, и разных громких заявлений, закон этот будет откладываться, да, никому не нужна шумиха, скажем так. И я не вижу такого, что будет это так, как говорят они, что они сейчас делают вот такую вот всеобщую мобилизацию и делают повторные там наступления. И я не вижу такого развития событий. Я благодарю вас за это интервью, за этот прогноз. Всем зрителям нашем YouTube-канала «Главред» благодарим за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось интервью, пишите комментарии для того, чтобы мы в следующем нашем прогнозе с Ангелиной могли задать ваши вопросы. Ангелина, спасибо. Благодарю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok